Всем привет! Тема сегодняшнего видео Негативные аспекты работы на бусе И как их преодолевать Я перестал работать на бусе И наконец-то буду вам рассказывать Как там все плохо Но это шутка Короче, из-за долгих каких-то дождей, наверное Не знаю из-за чего Главная дорога на Францию Короче, затопила ее И начали с гор сходить С земля И я еду новым маршрутом Ну, в общем-то, те же серпантины Те же горы Только другие чуть-чуть А по низу вообще Река поднялась так, что на дорогу уже выходит Дорога половина затопленная Я так проскочил Сейчас уже видите, как высоко И короче Последняя моя трасса И приключения Каждый день какие-то новые Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, присутствуют определенные моменты в работе Которые никак не назовешь приятными и позитивными И вот о них сегодня расскажу И главное расскажу Как их минимизировать И какую делать профилактику, чтобы этого не случилось Что может случиться Особенно вот сейчас В зимний период времени Когда плохая погода Когда все сыро, мокро, грязно, холодно Когда долго уже находишься в рейсе Несколько недель Может подкатить Нахлынуть Тоска и уныние Особенно это Когда ты стоишь долго на паркинге На каком-то малопривлекательном О чем я уже рассказывал Бывает несколько дней Стоишь где-то на немецком паркинге Вокруг тебя бетон Трасса И никуда не пойти, не погулять И уже кино посмотрел Уже отдохнул и выспался И погода И все, и все И вот такое начинается Уныние Многие называют это депрессией Но я бы не рекомендовал Оперировать такими термиями Депрессия это довольно серьезное заболевание Это не отсутствие настроения Депрессия это заболевание Психиатрическое расстройство Поэтому я рекомендую В своем лексиконе Это слово не использовать Что у меня депрессия Уныние Плохое настроение Это да И я уже объяснил Почему оно возникает Когда вот уже это рутина Рутина, ты ездишь Уже давно дома не был На это все может еще наложиться Какие-то внутренние факторы Там авитаминоз Там плохое питание Там плохой сон Там какие-то стрессы Какие-то обстоятельства работы Которые не в общем-то Не добавляли радости И в какой-то момент Этот водитель Сидит в этом бусе И начинает сильно думать А что я здесь делаю Вообще Зачем мне все это надо Да ну его нафиг И как бы мне побыстрее От этого всего избавиться Какая профилактика Вот такого настроения Это организация Своего быта И рабочего процесса Я в общем-то Этому моменту Много посвящал Времени в своих видео Тому Что мы в ответственности За наше же состояние Внутреннее За наше настроение Что мы должны В общем-то К этому делу Подходить ответственно И серьезно И уделять внимание Тому Чтобы иметь Правильный Психологический Ментальный настрой На свою жизненную стезю И есть еще пару Чисто физических моментов Которые облегчат нам Наш быт Рабочий Один из моментов Это наш сон Я крайне Сильно Очень рекомендую Так организовать Свой сон Чтобы вы спали На чистом белье Чистых простынях Периодически Их меняли Стирали Там Или взяли с собой Запас И И раздевались Не спите в одежде Спите как дома Ну я не знаю Может быть Дома там спите Где-то в хлеву На сеновале Но в общем-то Я говорю о себе Вот как я дома сплю Раздетый На чистой простыне Которая пахнет Приятными Этими Химикатами Стирательными И конечно На удобной Чистой Раздетой Когда ты Снимаешь с себя Одежду Тело отдыхает Накрываешься Опять же Чистым одеялом И нормально Спишь Вот это То что вам Я рекомендую Организовать И этим Не пренебрегать Не пренебрегать Своей Одеждой Я массу видел этих водителей Они в одном комплекте одежды Как выехали в рейс Наверное Так в нем и ездят Не снимают Ну может им опять же Так комфортно Может они привыкли Может они так жили Где-то в глиняной хижине И как у Тома Сойера Было Два комплекта одежды То что на нем И тот другой Который в шкафу Может быть и так Но я опять же говорю про себя Имейте запас И меняйте Ходите опрятным Обязательно Имейте На комплект Выходной одежды Вот это вот Когда у вас нахлынувает Такая вот всякая уныние То вот я рекомендую Сходить в душик Помыться Побриться Там причесаться Побрызгаться ради колончиком Надеть нормальную Какую-то такую Цивильную одежду Нерабочую И даже если нет Нигде возможности погулять То хотя бы вот в ней Побудьте день Как будто у вас Воскресенье И к вам должны прийти гости Одежда Гигиена Обязательно То есть Я по себе знаю Что ты едешь-едешь Вот уставший Пошел Остановился Сходил в душ Помылся Ты вышел Ты уже Посвежевший И физически И ментально Очень помогает Крайне не рекомендую Всякие Унылые настроения Пытаться решить С помощью Алкоголя И других препаратов Это в общем-то Не наш метод И главное Что он этого ничего не решает Вы на какое-то время Получите расслабление А потом это еще Усугубится Последствиями употребления А вот такими методами Можно сказать Естественными И здравыми Это очень легко Все подправить Одежда Сон Пища Приготовление пищи Я почему снимаю такие вещи Потому что Периодически Они меня немножко Тоже Мою психику разгружают Я себе готовлю место Открываю Там застилаю Расчищаю Там Выгружаю всю посуду Начинаю что-то там Готовить И так далее Это тоже Ментально Разгружает Психику И дает Небольшую Такую разрядку Отдохновения Элемент Развлечения Устроить Какое-то Что-то приготовить Особенное Всем привет В нашем деле Надо научиться Грамотно расходовать Собственное время В любую ситуацию Использовать В общем-то Себе на пользу Сейчас стою Жду загрузку Где-то Может через час А может через два И в этот момент Готовлю себе На потом Еду Обедик Обедик Вот так жду Как вот всегда Вместо того Чтобы раздражаться И нервничать Лучше вот Расслабиться И получать удовольствие Стою Жду Готовлю Общаюсь Чего и вам желаю Особенно Опять же Я повторюсь Если вы стоите долго И вот этот раз Период Когда уже Ну что же делать Что же делать Вот можно себе Придумывать Такие пикнички И если есть возможность То я уже тоже Это рассказывал В видео Постарайтесь Максимально Часто Как только Есть возможность Быть вне буса Отходите В сторону Садитесь На лавочку Просто ходите Вокруг Но не сидите В нем Потому что Я столько Вижу этих водителей Он едет Потом остановился И дальше Сел Он сначала В руль Уткнулся А теперь он И то же самое Он уткнулся В телефон Даже если Вам надо В этом телефоне Посидеть То выйдите Погуляйте Сядьте Не знаю В ближайшем Макдональдсе Хотя бы Ну что-то Поменяйте Обстановку Потому что Вам так кажется Что это ничего Не влияет А оно постепенно Постепенно Грузит Вашу психику Создает Стрессовую Ситуацию Несколько Чисто Таких Вот Бытовых Моментов Чистая Постель Чистое Тело Побриться Подстричься Там В пределах Ваших Каких-то Технических Возможностей Одеколончик Какой-то Прикупить Пока Вы там Есть Типа Франция Германия Какой-то Интересный Для вас Запах Тоже Иногда Освежиться Одежду Какую-то Такую Иметь Комплект Не рабочий А такой Более-менее Нарядный Чтобы Вы могли Переодеться Почувствовать Себя Свободным Человеком А не Привязанным Этим Бурлаком К этой Галере И Если есть Возможность Конечно Прогуляться А так Хотя бы Укруг буса Пройтись И Какой-то Приготовить Себе Ужин Ну Опять же В Европе Это все Доступно Это все Интересно В разных Странах Что-то Можно Поискать Особенное Относящееся К этой Стране И вот Почувствовать Себя Больше Туристом Нежели Работягой БУСИ Хочу Поделиться Рассказать О своих Последних Днях Работы На бусе. Я кокеровца. Получилось так, что официально, когда я уже проинформировал фирму, что я ухожу, в общем-то, по закону, если вы проработали более полугода, по-моему, то процесс увольнения сопряжен с тем, что иногда необходимо отработать какой-то период времени, а это месяц. Да, мне подсказывает супруга. Нужно предупредить за календарный месяц об увольнении. То есть не так, что вы предупредили в любой момент и 30 дней отчитали. Нет, это считается от 1 по 30 или 31. Вот этот период времени вы должны минимально проинформировать о том, что вы уходите. И, в общем-то, мы договорились с моим руководством так, что я отработаю определенное количество езды, сделаю потом определенное количество, выберу отпуска, который у меня еще оставался, невыбранным. И тогда у меня получится официальное увольнение. Оно у меня официально закончилось 31 декабря. А я в декабре еще поездил. И вот так удивительно получилось, что последняя моя поездка была сопряжена с такими моментами, которых у меня за 4 года, ну почти 4 года моей езды, у меня их никогда не было. Началось все то, что я в Польше прямо перед границей, в районе Сгожельца, остановился на, можно сказать, на последней заправке, в Бипишке, на ночевку. Встал так, думал, заеду чуть подальше, там аж за гостиницу, кто знает. Там в самом заду, как говорится, встал себе, думаю, там спокойно себе постлю и с утра поеду уже в Германию заеду. И тут-то было, только я лег в курник, взрыв такой серьезный, что аж вибрацию я ощутил на своей кабине. И буквально там за пару минут после этого началась езда пожарок. Причем они все мимо меня, они как-то из второстепенной дороги открыли ворота и через эту станцию начали туда на трассу заезжать. В общем, полночи они меня тут развлекали своими сиренами. И ну что, утром я встал, сел, а оказывается это буквально там, ну вот видимой доступности, там буквально сколько там, не знаю, метров 50 трасса, вот от меня. И стоит тир, фура, вообще без кабины. Кабина вот так, фух, нет кабины. Как оказалось, взрыв произошел в кабине, как вроде по информации, то водитель не пострадал, успел выскочить. Ну и как предполагают многие, кто знает эту тему, взорвался газовый баллон, который, видимо, он сильно напомповал и поставил возле автономного обогрева. Это частый случай таких вот взрывов, потому что в принципе больше там в кабине взрываться нечего. Ну это, конечно, такая ситуация, я бы отъезжаю, это такое зрелище, ну не было возможности это все сфотографировать и снять, да и в общем-то не надо. В тир без кабины, просто фух, кабина как бы все, в прах превратилась. Это такое первое приключение. Потом у меня во Франции произошел на заправке момент, когда на меня напал француз. Это было вообще первый раз в жизни, я на себе пережил акт такой агрессии в Европе, имею ввиду. Это не то, что там 90-е в Украине. Он что-то ко мне подлетел, ну как я понимаю, ему не понравилось, как я встал в очередь на заправку. А встал я в очереди на заправку так, что стояли две цистерны, и я сразу не понял, что они делают. Или они сливают топливо, заправляют в заправку, или они сами заправляются. А посередке стояли два тира, один к другому. Я думаю, ну наверное, если эти тиры так встали один за другим, значит только это посередке работает колонка. И я встал тоже за ней. И тут вдруг никого не было, тут набежала куча этих французских грузовиков, за мной подъехала. Он ко мне подлетает, что-то начинает орать, я как раз в этот момент с женой разговариваю по телефону. Что-то орет, и я ему говорю, типа, иншульдеген нехтшисон. Не понимаю я по-французски говорю. Вот. И его, ну вижу, его просто перекрыло. Он давай мне дверку открывать, а у меня блокируются двери, закрытые. Я смотрю, ну все, ну а главное, что я ему скажу. Я его не понимаю, он орет, просто слюнями аж исходится. Я закрываю окно, он начинает бить по окну. Начинает ногой бить по двери. Причем так ударил, что вмятина в двери осталась. Короче, я смотрю, цистерна отъезжает, и я включаю скорость, чуть ли его так, ну, боком буса не отталкиваю. И заезжаю там, заправляюсь. В общем, он куда-то делся. Ну, это была такая истерика с его стороны. И главное, что я подумал, а что мне делать? Ну, если бы я с него вышел, дал в морду. Он бы вызвал полицию, я бы еще был виноват. Все, что бы не произошло, какой-то конфликт. А? Да, могли бы, она говорит, мог бы и в тюрьму сидеть. Ну, что он француз, он на своей земле, он объяснит, а я там не помогиран. В общем. Ну, короче, а что делать? Ну, дверь ударенная. Я звоню на офис, говорю, ну вот такая ситуация, что даже не знаю, что делать. Ну, они там что-то там посовещались, подумали. Говорят, ну, короче, ты едь там, посмотри, чтобы он за тобой не ехал, может там еще преследовать тебя. Ну, я знаю, но я-то на бусе, они там все на грузовиках, там сильно меня не довонят. Ну, я там втопил там и, в общем-то, этот процесс избежал. Тут же возвращаюсь, и вот этот момент, который вы только что посмотрели, этот сход земли. Я опять забыл это слово. Как это? Оползи. Я вот в горах стоял, никак не мог сформулировать, что происходит. Происходит оползень. То есть, земля сходит, эти все воды текут, все пропало. Мой коллега заехал, именно в эту пробку встал, когда спереди земля, сзади вода. В общем, слезы, кровь, песок и сахар. И там полиция все перекрыла, и меня направили другим маршрутом. Навигация, я езжу по навигации с интернетом. Соответственно, она сразу мне эту дорогу перекрыла и повела меня до горами, о которых вы посмотрели только что. Вот это все практически за несколько дней. И уже там тоже одно из последних моментов, чего я не делал никогда за всю историю своей работы. Это я полностью от Барселоны до границы Германии ехал платными дорогами всю Францию. Надо было срочно доставить, мне дали этот маршрут. И для меня было удивление, потому что в принципе-то я еду, как бы уже эту дорогу знаю без памяти, без навигации. От Ладжангуэры, как бы до, как это, Мелуза, да? Мулюс. Вот, короче, мы его Мелузой называем этот город. Но до границы Германии я эту дорогу знаю. И знаю, конечно, что до нее идет платная дорога. Но на самом деле, если у вас полностью включена платная, так вы не поедете. В эти горы не будете ехать, по которым я все время езжу. Не будете проезжать этот мост, знаменитый город, которым я уже несколько видео показывал, этот вид с горы и тому подобное. Это все нет. То есть вы с Барселоны, вы напрямую лупите на Лион. В Лионе вы съезжаете с платки, проезжаете окружными путями этот Лион. И опять на платку выходите. И уже до Германии вы опять лупите платкой. Получается цена. И кому интересно, то первый участок дороги от Испании до Лиона я заплатил за бус. Ну, там же по высоте разница цена. 102 евро я заплатил. И уже от Лиона до Германии там один такой длинный участок. А потом совсем коротенький. Коротенький 7 евро с копейками. А длинный 70 с чем-то евро тоже с копейками. То есть в итоге получается около 180, до 190 евро вся Франция стоит. Вот так вот от Испании до Германии. Три раза вы будете платить. Вот тоже так еду, еду, ничего не узнаю. Что это за дороги, где я нахожусь. Потом уже увидел Лион, думаю, ну ничего себе, я крюк такой сделал на Лион. Он никогда через Лион не ехал, потому что это, ну, немножко, немного в объезд. И вот так вот я закончил свою карьеру водителя-дальнобойщика. Уже рассказывал, еще раз повторюсь. Может, вы первый раз попали на мой канал. Как я не размышлял, как я не думал, не хочу я работать по категории С и С плюс Е. Неинтересно мне это. Бог мне дал другую работу, в общем-то, с не меньшим заработком. И я сейчас буду заниматься с абсолютно новой деятельностью. О которой я расскажу в отдельном видео. Если вам это видео было интересно и познавательно, незамедлительно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Будем общаться, будем помогать друг другу развиваться, продвигаться. И, в общем-то, находиться в этих координатах Евросоюза. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова